Итак, добро пожаловать! Мы продолжаем изучение Первого Послания к Тимофею. Мы остановились на третьей главе, обсудив качества и характеристики старейшин церкви или епископа церкви. И главный упор Павел делает на то, чтобы подчеркнуть важность того, что служитель должен быть непорочен. И это важнее, чем список обязанностей. И в этом перечне мы не видели ничего, что говорило нам о том, что старейшина должен делать. И для церкви в Эфесии это было очень важно знать. Так у них появлялись доктринальные проблемы, и им нужны были люди непорочные. И сейчас время поговорить о других лидерах в церкви, о дьяконах. Но прежде позвольте привести еще один пример из жизни моей семьи. Вы уже знаете о том, что у нас четверо детей, и мы видим, насколько они отличаются друг от друга, насколько они разные. И это изумляет и поражает нас. И дело не в том, что они разного возраста, не в том, что у нас две девочки и два мальчика. Но у них разные таланты, разные дарования, и они очень отличаются друг от друга. Вот, к примеру, мы поощряем, побуждаем наших детей, чтобы они занимались различными видами спорта, участвовали в спортивных мероприятиях. Мы с женой раньше когда-то играли в баскетбол, и мы им говорим, вам может это понравится, может нет, но хотя бы попробуйте. Они пробовали, пробовали играть в футбол, пробовали играть в другие виды спорта, и мы стараемся их в этом ободрять. Что касается музыки, также мы просим, попробуйте, и вот интересно наблюдать за тем, что по мере того, как они растут, они понимают, что они отличаются. Вот, например, наша старшая дочь, Михела, очень хорошо играет в баскетбол. У нее есть успехи по легкой атлетике, а также есть достижения в игре на скрипке. Она очень красиво играет на скрипке, а также на пианино. Затем идет Лэндон, у нас второй ребенок, всего лишь на два с половиной года моложе Михелы, но он очень от нее отличается. Он не играет ни на скрипке, ни на пианино, но он любит играть на гитаре и на барабанах. Также ему нравится играть в баскетбол и в американский футбол, но если честно, то наибольших успехов он добился в легкой атлетике. Он сейчас в седьмом классе, и он любит забеги на длинные дистанции, на 800 метров или на 1600 метров. Когда он впервые участвовал в соревнованиях в забеге на 1600 метров, то он побил школьный рекорд для семиклассников. Ты хорош в беге. Может быть, ты не так хорош в этом, но у тебя прекрасно получается это. Наш третий ребенок, Чендлеры, хорошо играет на скрипке, и он обожает баскетбол. В этом он похож на своего отца. Он много играет, мы играем вместе, у нас есть баскетбольное кольцо у нас во дворе. Он обожает этот вид спорта. Также он будет играть в этом году в американский футбол. Но он отличается от своего брата. Но вот что касается Саши, ей всего восемь, и мы еще не знаем, что ей понравится. Мы записали ее в секцию по гимнастике. Она любит прыгать, танцевать, поэтому мы записали в танцевальный кружок. Она очень экспрессивная, очень артистичная. И если звучит музыка в комнате, то она первая начинает танцевать. И может быть, у Саши таланты в этой сфере. И главная мысль в том, что нельзя заставлять всех детей делать одно и то же. Мы предоставляем им возможности и пытаемся определить, какими талантами их наделил Господь. Что им нравится. И если им это действительно нравится, то они будут стараться. Почему я обо всем этом говорю? Мы обсудили епископов, и теперь переходим к обсуждению дьяконов. И кто-то может подумать, если я не подхожу на роль епископа, то я вообще ни на что не гожусь. О, что мне делать в церкви? Нет, нет, нет. В церкви есть много возможностей. И много служений. Я рассказал вам о Коре из нашей церкви. Он не услужение в группе приветствия, и дело-то замечательно. У разных людей разные дары и разные способности. Но Павел Тимофея говорит вот о чем. Есть определенные люди в церкви, главная задача которых не сколько доктринальная чистота, сколько забота о повседневных нуждах церкви. И они называются дьяконами. Поэтому откройте Библию вместе со мной. Первая Тимофея, третья глава, и мы прочитаем вместе стихи с 8 по 13. Опять же, повторюсь, первое послание к Тимофею, третья глава, стихи с 8 по 13. Вот что говорится. Дьяконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некрастолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвые, верны во всем. Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение веры во Христа Иисуса. Итак, мы прочитали о дьяконах. Я думаю, вы заметили, что здесь также говорится и об их женах. А иногда вы можете услышать об дьяконисах, и мы поговорим, в чем разница. Но пока пусть это вас не беспокоит. И заканчивает Павел призывом к дьяконам. И если бы это можно было бы как-то суммировать, то Павел говорит следующее. «Я хочу, чтобы у вас была здоровая церковь, и те люди, которые служат как дьяконы, были бы духовными, зрелыми и имели благочестивый характер». Вы можете сказать, «Пастор Брюс, но то же самое относится к епископам». Да. И более того, когда мы читали эти стихи, разве вы не заметили, насколько похож этот перечень с тем, который мы разбирали на прошлой лекции? Конечно, не слово в слово, но очень похожий перечень. И вот что еще мне нравится в этом перечне. Здесь не говорится о конкретных делах и обязанностях. Речь здесь идет о характере. Ведь для того, чтобы церковь была здоровой, то характер и качество лидеры должны быть так же важны, а может быть даже важнее, чем то, что эти лидеры делают. Я не говорю, что то, что делают лидеры, их служение, не важно. Совсем нет. Но можно делать все правильно, но с плохим сердцем, и нанести урон церкви, вред Евангелию. Но если у вас будут правильные взаимоотношения с Богом, если у вас будет чистое сердце, то Бог сможет использовать вас сверх того, что вы даже представляете. И Павел говорит о здоровой церкви и о том, какими качествами должны обладать те люди, которые несут это служение. Но вообще, откуда взялось такое понятие? Откуда появилось такое разделение? И вот однажды в церкви была проблема, которая была разрешена, и мы можем прочитать об этом в книге «Деяний апостолов». Поэтому давайте откроем шестую главу на несколько минут. Шестая глава книги «Деяний» начинается с описания проблемы в церкви, которую апостолам пришлось разрешить. И начинается все так. Шестая глава, первый стих. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Вот что происходило в то время. Вдовы в первом веке вели очень трудную жизнь, практически выживали. Мало того, что женщины и так занимали очень низкое положение в социальном обществе, «Но если вы женщина, и ваш муж умер, то в первом веке источников дохода у вас практически не оставалось. И ваша задача была просто-напросто выжить». И вот появилась христианская церковь, и люди начали обретать спасение. И в церкви стали замечать вдов, и появились предложения, «Мы можем им помочь». «Хорошо, замечательно, давайте поможем». Но вот что произошло. Были вдовы еврейки, и были вдовы из еленистов. То есть что происходило? Вот были женщины, которые жили в других частях Римской империи, они возвращались в Израиль для того, чтобы дожить свою жизнь. И они давали понять, «У нас тоже есть нужды, нам также нужна еда, нам также нужно пропитание». И распределение еды оказалось не совсем справедливым. Не все женщины получали одинаково. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божье, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного язычников, их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И вот посмотрите, что из этого вышло. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Вот лишь несколько замечаний по поводу того, что мы только что прочитали. Вот слова «дьякон» здесь нет. Вы можете сказать, «Ну вот, пастор Брюс, если вы говорите, что это дьякана, но ведь слова «дьякон» здесь нет». Но мы верим, что этот случай привел к развитию учения о служении дьяканов. Но вот есть нечто интересное в том, как поступили апостолы. Не знаю, заметили ли вы, но вот во втором стихе, когда апостолы, собрав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». И знаете, что-то во мне сразу начинает говорить. Неужели вы думаете, что вы так важны, чтобы опускаться до служения вдовам? Вот знаете, лично мне трудно говорить людям «нет». Вот знаете, если в церкви кто-то подойдет ко мне и скажет, «Пастор Брюс, вот мне нужно с вами об этом поговорить. Не поможете ли вы мне?» Или кто-то подходит и говорит, «У меня вот такая проблема, помогите мне». И я, конечно, говорю, «Помогу». И, конечно, важно помогать. Но вот апостолы пришли к заключению, что главное их призвание в изучении и провозглашении Евангелия, Слова Божьего. И им хватило мудрости сказать, «Да, есть нужда в нашей церкви, но мы должны продолжать учить и проповедовать. Посему мы найдем тех, кто сможет справиться с этой задачей в церкви». И искали они достойных, зрелых, исполненных Святого Духа. И в итоге и учение продолжилось, и нужды были восполнены. Я об этом говорю потому, что очень часто бывает так, что небольшое количество людей пытается сделать всю работу в церкви. Вы знаете, в Америке даже приводят статистику, я не знаю, насколько она правдива здесь. Но говорят так, что 80% служений церкви выполняют 20% верующих. Но сейчас я слышал, что уже поменяли цифры, и сейчас говорят, что 90% служений несут 10% членов церкви. И это не говорит о здоровье церкви. Ведь в церкви должны быть и руки, и ноги, и различные органы в теле, которые вместе выполняют свои функции на благо всего тела. И апостолу хватило мудрости сказать, что мы не можем делать всего в церкви. Мы знаем свое призвание, и мы найдем достойных людей, которые выполнят это служение. Это замечательно. Становясь старше, я лучше понимаю самого себя и свои дарования. Конечно, я хотел бы, чтобы я это все знал, когда мне было 20, чтобы мне не пришлось об этом узнать, когда мне уже за 40. Но честно, я слышал об этом от одного из проповедников, читал об этом в книге, «Большинство из нас хорошо умеет делать только что-то одно, максимум два дела. А делаем мы гораздо больше». Я подумал, «Так и есть». Бог создал меня учителем. Я не хочу сказать, что я идеальный учитель, но это то, что мне нравится. Я чувствую, что я рожден быть учителем. Но если я начинаю заниматься миллионом дел, то я отвлекаюсь от преподавания. Я уже не такой хороший преподаватель, каким мог бы быть. Поэтому в наших церквях нам нужны мужчины и женщины, которые скажут, «Я не могу быть учителем или проповедником, как вы, пастор Брюс, но мне нравится помогать, помогать людям в их нуждах». И я скажу, «Спасибо, Господь!» Потому что вместе мы выполним ту задачу, которую ставит перед нами Господь. Теперь, давайте вернем к третьей главе, первой Тимофею. В ней перечислены качества, необходимые деканам. В восьмом стихе, третьей главы, он пишет следующее. Дьяконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некористолюбивы. Они должны быть уважительны, они должны быть серьезны. И под серьезностью я понимаю не то, что они никогда не должны улыбаться или никогда не шутить. Нет, но этот человек должен быть человеком дела. Знаете, я постоянно встречаюсь с людьми. И я с первых же секунд нашего разговора смогу сказать, будет ли разговор глубоким или это будет просто поверхностный такой разговор. Я учился в семинарии в штате Техас. И мне очень понравилась моя учеба в семинарии. Но знаете, в Америке, в разных штатах слегка отличается культура и люди отличаются. Может быть, здесь, в России, также. Но вот что я слышал о людях, живущих в Техасе, я убедился, что в чем-то это правда, я не хочу обидеть техасцев, они в глубину на сантиметр и ширину на километр. И это означает, что их разговор очень поверхностен. Как дела? Все хорошо? И иногда мы все так разговариваем. Но вот когда я прихожу домой и мы разговариваем с людьми, может быть, там за чашкой кофе, я спрашиваю, а что же Бог делает в твоей жизни? Знаете, есть не так много людей, с которыми можно поговорить о чем-то сокровенном, о чем-то глубоком. И вот диаконы должны быть людьми с достоинством, не двоязычными. И это означает, что они не будут вам говорить сегодня одно, а завтра совсем противоположное. Не пристрастны к вину. Опять же, самое главное, Евангелие, репутация Евангелия. Опять же, если диакон пристрастен к вину, если он алкоголик, то как это скажется на репутации церкви, на репутации Евангелия? Так же здесь говорится, некрастолюбивы. То же самое было сказано в описании качеств епископа, то есть не стремящиеся к наживе, потому что они призваны служить в церкви, и будут возможности, когда они смогут сказать, «Я могу извлечь из этого выгоду», тогда они не смогут быть истинными деканами. Он говорит, «Хранящие таинства веры в чистой совести». Я думаю при себя, что же Павел здесь имеет в виду? Что имеется в виду под таинством веры? Когда Библия говорит о таинстве, то речь идет о том, что Бог до этого еще не являл, не открывал, но сейчас это становится явным. И когда речь идет о научении доктринам Слова Божьего и о Божьем откровении в Его Сыне Иисусе о Святом Духе, Павел говорит, «Я хочу, чтобы хранили вот все эти таинства о том, кем Бог является, чему Он учит». Павел пишет, «Я хочу, чтобы они хранили это в чистой совести». Хранить это таким образом, чтобы говорить, «Господь, я несовершенен, но Ты очищаешь меня, и чем больше я узнаю о Тебе, тем больше я меняюсь». И мы думаем, «Почему это все так важно?» Помните, какая была проблема в тех церквах? Приходили лжеучителя и начинали учить тому, что не соответствовало истине. Они извращали Евангелие, меняли его чуть-чуть, и люди путались, и их богослужения шли не так. В церкви царил хаос, и Павел говорит, «Знаете что? Чтобы восстановить порядок, нужно избрать диканов, которые будут служить с пониманием Евангелия Иисуса Христа, славных таинств, всей этой глубины, того откровения, которое Бог явил миру. Вот такие лидеры мне нужны». И опять же, он не привозит здесь перечень того, что эти люди должны делать. Он говорит, «Вот такие люди нужны». Я помню, несколько лет назад, я уже несколько лет нёс служение в церкви Эфиль, и я думал, «Может, мне уже пора уходить?» Я всегда думал, начав пасторское служение, «Как я смогу понять, когда мне нужно переходить в другую церковь?» Хотя я оставлял возможность, что мне придётся всю свою жизнь нести служение в церкви Эфиль, и это было здорово, но в тот момент на душе мне было неспокойно. И один мой друг, пастор, с которым я был знаком уже несколько лет, решил оставить свою церковь. Бог призвал его на другое место. И однажды он мне позвонил и сказал, «Брюс, не хотел бы ты стать пастором в той церкви, в которой я не услужений на протяжении последних 20 лет?» И я сказал ему, «Пастор, ваша церковь намного больше, чем наша. Почему ты думаешь, что я смогу, что я справлюсь быть с пастором в этой церкви после тебя?» И он мне ответил, «Брюс, я знаю, что у тебя нет опыта служения большой церкви, но на протяжении всех этих лет я наблюдал за твоим характером. Я не знаю всех твоих умений, но мне кажется, я знаю, каков у тебя характер. Я никогда не забуду этот разговор. И я не знаю, есть ли лучший комплимент, чем тот, который я услышал. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Но у Бога были свои пути, мы не оставили церковь Вифиль, Бог подтвердил нам, что мы должны были остаться, но суть в том, что характер важнее способностей. И даже в случае с деканами, которые должны нести служение в церкви, Павел говорит, слушайте, самое главное – характер, самое главное – честность и порядочность. Посмотрите на 10 стих. «И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения». Помните, Кори говорил о том, что он был у нас в группе приветствия. И после того, как он продемонстрировал, что прекрасно справляется со своими обязанностями, мы пригласили его быть дьяконом. Он обожал служить людям. Он всегда знал, какие нужды у людей, что происходит в их жизни. Но все равно был испытательный период. Мы смотрели за ним, наблюдали, наблюдали за его характером. Мне нравится это качество. Иногда в церкви у нас так много нужд, что мы думаем, вот если только бы у нас был такой человек, такой служитель, то тогда в нашей церкви все было бы так здорово. И появляется новый человек. И он кажется таким замечательным. И мы говорим, «Не хотели бы вы взять на себя такое-то служение?» Но мы возвышаем его слишком быстро. И Павел говорит Тимофею, «Сначала таковых надо испытывать, проверить, каков у них характер». 11 стих. «Ровно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем». Вот в некоторых переводах здесь использовано слово «деканисы». Но на самом деле слово здесь означает «женщины или жены». Я не хочу сказать о том, что слово «деканисы» неуместно совсем, нет. У меня нет проблем с тем, чтобы в церкви были «декана» и «деканисы». Но буквально слово здесь означает «женщины или жены». И, возможно, есть различные служения для мужчин и для женщин, но, возможно, и другое, что декана и их жены выступают с работниками в одном служении. Но как бы там ни было, вы сами можете определить роль деканисы или женщин в служении, каким оно должно быть. Но иногда мне кажется, что эти служения можно как-то было бы связать вместе с тем, что делает дьякон, потому что и то, и другое является служением церкви, потому что и то, и другое это служение Евангелия Иисуса Христа. И посмотрите, что характер жен, которые здесь вспоминаются, также важен. Важно, чтобы и они были порядочны. Павел говорит, что и они должны быть честны, так же, как и их мужья, не клеветницы, чтобы они не унижали других людей своим языком, чтобы они говорили о людях за их спиной. Павел говорит, они должны быть трезвы, чтобы они ясно мыслили, чтобы они понимали, о чем идет речь, и чтобы они были верны. В нашей церкви есть сестры, которые очень верны. Они служат и служат, и я иногда думаю, а не устают ли они в служении? Но есть и женщины, которые понимают, кем их сотворил Господь, и каким должно быть их служение. Они служат, и служат, и служат, и им нравится то, чем они занимаются. Это удивительно. И Павел говорит, такими должны быть жены, и тогда они смогут служить со своими мужьями. И затем в 12 стихе он опять обращается к деканам, к мужчинам. Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и домом своим. Опять же, помним о том, что самое главное — Евангелие. Ваше семейное положение не должно отталкивать людей от Евангелия. Нельзя ставить на руководящее служение тех, у кого в семье есть что-то, что может стать препятствием для людей на пути к Евангелию. Но мы об этом уже говорили, давайте пойдем дальше. Хорошо управляющий детьми и домом своим. Мы тоже об этом уже говорили. Если кто-то не может навести порядок у себя в доме, как он может заботиться о церкви? 13 стих. «Ибо хорошо служившие приготовляют в себе высшую степень и великое терзновение в вере во Христа и Иисуса». Мне нравится этот стих. И если вы диакон в церкви, и Бог призвал вас на это служение, то Павел говорит, это будет благо для вас, и это будет способствовать вашей вере. И когда люди будут смотреть на вашу жизнь, на ваш характер, на вашу порядочность, на вашу веру, на ваше служение, каким бы оно ни было, служение вдовам, как мы прочитали об этом в Деянии в 6 главе, или это служение страноприимства, когда вы приглашаете в свой дом странников, Павел говорит, что ваше служение должно быть таким, чтобы люди, смотря на это служение, принимали Евангелие Иисуса Христа. Это люди готовы нести даже, казалось бы, незначительное служение, ни проповедь, ни что-то выдающееся. Знаете, свои церкви всегда в центре внимания, потому что я проповедую каждое воскресенье. У нас в церкви много тех, которые несут служение за кулисами, и я думаю, что я недостаточно благодарен и внимателен к ним. И Павел говорит о том, что это принесет большую уверенность в Иисусе Христе. Через служение мы обретаем уверенность в вере в Иисуса Христа. Я сейчас вспоминаю двух мужчин, наших деканов. Наш старший дьякон был очень печален о том, что ему пришлось переезжать в другой город. В течение многих лет мы пытались найти достойного старшего дьякона в нашей церкви. И знаете, это было совсем непросто, потому что от него многое зависит. Он должен быть способен организовать, ободрить людей. И вот, наконец, мы нашли того, кто подходил. И я обожал этого человека. У него прекрасное чувство юмора. И когда они собирались вместе, а мы со старейшинами собирались в соседнем кабинете, то мы часто слышали их смех. И они выходили из комнаты, обнимаясь, смеясь, подбадривая друг друга. Им нравилось быть вместе. Когда я думаю о нашем старшем дьяконе, я восхищаюсь его отношением. И несколько раз я подходил к нему и говорил, «Я настолько ценю тебя, что ты не просто делаешь что-то, чтобы это было сделано, но ты получаешь радость от этого служения». Этот брат очень скромен, говорит, «Да, спасибо, но на самом деле не стоит благодарности». Я говорю ему, «Нет, стоит». Эти братья заботятся о нашем здании, о земле вокруг здания, о всех хозяйственных нуждах. Если у кого-то проблемы, финансовые проблемы, то они тут же готовы помочь, выслушать, понять. Это не значит, что я тоже должен этим заниматься. Я понимаю, что Бог призвал меня на нечто иное. В начале этой лекции я упомянул о наших детях, говорил о том, насколько они разные, и о том, как мы призывали их искать свои дарования. И я хотел бы это еще раз повторить. Вы можете сказать, «Ну, я не гожусь на старейшину, не гожусь на дьякона. Вот посмотрите на этот перечень, но это слишком тяжело, соответствовать всему этому. Вы слишком много требуете от меня, пастор. Если вы хотите, чтобы я был дьяконом и соответствовал всему этому, пробуйте. Разные служения, все служения. Вовлекайтесь, не сидите на лавке. Не ждите, что к вам кто-то подойдет. Вы можете прождать 10 лет, и никто не подойдет. А потом убежаться, что никто ни о чем не просит. Мы призываем людей в нашей церкви пробовать. Может, вы любите детей. Может, вам понравится учить детей. Может, вы думаете, «Ну, учить я не смогу». Но, может, вы смогли бы что-то чинить в церкви. Может, вы можете помогать людям в их нуждах. В нашей церкви есть один брат, и каждый раз, когда он говорит об алкоголиках, он несет служение алкоголикам, он проводит группу «12 шагов». Каждый раз, когда он говорит о них, у него слезы на глазах. Такая любовь к этим людям. Я думаю, он послужил Евангелию Иисуса Христа более, чем кто-либо в нашей церкви. Но он не учит, не проповедует, он просто слушает. И именно к этому Бог призывает деканов, а также их жен или деканис, чтобы у них была непорочность, непорочный характер, чтобы в их служении было явлено Евангелие Иисуса Христа. Итак, мы подходим к заключению нашего обсуждения о деканах. И вот такое для вас домашнее задание. Я уже призвал вас написать работу по поводу того, о чем мы говорим. Но вот еще, что необходимо сделать. Я бы просил вас написать еще одну работу на две страницы или о епископах, или о деканах, и в этой работе вы должны осветить один из двух упомянутых в этой главе перечней необходимых качеств для служителей. Применительно к вашей церкви. Может, вы сами пастор, может, вы несете какое-то служение в церкви. Напишите в свете того, о чем говорят эти стихи, применение для вашей конкретной церкви. Или напишите о самом себе. Напишите работу о том, как это отражает вас, к чему, к какому служению Бог призывает вас. Я думаю, что после того, как вы поразмышляете об этом, вы обнаружите то, о чем никогда не думали ранее, что никогда ранее замечали. И если вы напишете эту работу, то это будет здорово, это будет полезно для вас. А сейчас у нас будет короткий перерыв, и потом мы разберем тот раздел, который посвящен прославлению, и потом перейдем к обсуждению практических советов к Тимофею. Продолжение следует... Продолжение следует...